приветище это поезд пустоты мы продолжаем путешествовать в неизведанном нам мире и что я тебе могу сказать мы начинаем наконец-то создавать из дрезины нормальный поезд а еще я узнал что можно крюкошкой ловить вот этих вот пустоточек еще я тут нашел вот эту фигню что это огромная глыба льда lamp of ice ну да это огромная глыба льда которую мы сейчас раскурочим и получим поменьше кусочки льда и будет у нас огромная куча воды значит идем сюда перерабатываем здесь лед точнее просто его дробим в нашей дробильни что вы ребята что 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 то что ты стучишь что происходит все происходит чинит построй а ты починил постройку спасибо тебе благодарю у как близко стой 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 тормози тоже островок на арену можем сгонять тормози ты ручку потяни сейчас мы можем на арену заскочить чудесно на арене я буду находиться огромное количество времени сколько смогу продержаться но надо сделать себе броню вот значит расходники броня и бинтики но с бинтиками проблематично вот броню я могу наделать сколько захочу желез вроде есть сейчас мы ее переплавим печка для плавления блин с этой пристановкой запутался тут конкретно овощи ты чё-нибудь собрал эй соня есть что-нибудь о 4 металлолома чудно тоже переплавим сейчас что-то у меня тут все рафлимы дрыхнут в клетке тоже у них тут детсад прям целый значит возвращаемся к нашим пластинам для брони делаем две штучки чудесно и освобождаем инвентарь все броня готова место в освободил надеваем одну броню целых три пластины удалось сделать и я вот думаю насчет патронов патрончики 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 мне бы не помешали а порох надо делать но это долго это долго поэтому я отправляюсь на арену прямо так ну чё погнали ребятки let's go о да я снова здесь спасибо тебе кальмарчик или как-то там зовут я готов в бой ну началось интересно арена будет та же самая или другая по-моему та же самая арена о как все посыпало сверху я не сразу начинает атаковать окей беру свой нет револьвер давай револьвер а щемись нам нужно вначале начинать с револьвера чёрт перезарядка попали капец да что ж такое то не получается уворачивать мазю конкретно мазю сейчас дробаш достану если вы бесите меня так по ходу дробаш нужен а если крюкошкой не крюкошка тут вообще не поможет ух на тебе врачище и тебе тоже о с дробашом разговор короткий нефига мне подходить понятно но у дробаша конечно патронов не так много поэтому мы будем экономить продолжаем схватку стать в комментариях мне писали что вот эти чудики похоже на зергов из starcraft 2 ну что-то такое похоже но кстати сейчас у меня идет десятая волна и эти зерги давай будем так все-таки называть начали одевать каску на бушку смотри них череп на башке он видал какой или это даже из дерева сделано раньше таких не было ну шо хочу сказать посмотри на мое здоровье брони у меня нет 36 процентов здоровья все брони пластины кончились в дробаше патронов нет короче печально печаль и ваще я не представляю что сейчас будет дело в том что 15 волна ты представляешь 150 здоровья у врагов 125 урона у врагов 150 количество врагов короче все в три раза больше чем на первой волне сейчас будет жарко но я пока проделал продолжаю держаться из всего что могу и не могу сзади начали появляться да ну ладно сейчас разберемся только не огонь только не пали меня здесь больше никого нету вроде нету это хорошо в ленинский кажется меня окружают патронов мало их слишком много еще не жесткие еще и здесь ох капец подлянка пола 18 процентов здоровья как бы ведь как жить кто-нибудь на помощь мне помогите зашлите космонавтов я не знаю там ван хельсинга мне ведьмака всего зелья получай 4 процента здоровья ух кто в меня стрелял я так и не понял где-то снизу где-то откуда-то отсюда 4 процента здоровья ну как мне жить как мне быть пока держусь пока вроде ничего но близко к смерти давай уже сдыхай сколько в тебе патронов высадить то надо на хэдшот последний зарешал надо быть сейчас очень аккуратным если я оступлюсь или у меня кто-то попадет то я скотч и грыжусь ты прихинь я прошел пятнадцатую волну ой на какие-то звуки а она это кальмарчики выдать то есть 15 волн это максимал очка здесь и едва сут они три сундука у меня три сундука сокровищами я максимум выполнил вот это я дал жару так дал а ну чё три заходика значит сюда берем сундук поехали на базу вот он мой красавчик поездатый красавчик рафлин как у тебя дела ты тут что-то насобирал да я смотрю по сундучку значит первый сундук я укладу сюда разместить о нифига си он с цепями у такого сундука я еще не видел мощный так и нужно высвободить инвентарь все поскидывать нафиг 3 сундучка я забрал размещаях тут все вот так вот в ряд давай ставься смотри самый простой средненький и золотой мощный сундук так кстати мы тут не будем поехали пожалуй нам скорее нужно добраться до кузни чтобы вскрыть все эти три сундука ух ресурсов у нас просто навалом сейчас мы будем их пускать на что на исследование но еще конечно на пояс надо было бы пустить но исследование все-таки важнее да посмотрим что у нас тут есть мы можем сделать плавильню 2 уровня ухты пожалуй надо бы сделать это что у нас сбор цинка плавка латуни и экономичная плавка 1 открывает улучшение снижающие затраты топлива на плавку железа и меди на 25 процентов но у меня даже топлива то нет откуда она будет ну короче ладно я понял что меньше затрат будет на плавку но надо не забывать еще вот эти вот ресурсики забирать которые у нас встречается по пути конечно слава богу что у меня есть помощник куда-то миленький который тоже помогает мне собирать совсем немного но это хоть что-то ого-го ты посмотри какие огроменные стрелы я почему-то их копья я раньше на это вообще не обращал внимание словно здесь сражались боги или титаны пустоты потому что посмотри какие огроменные сломанные луки разорванная тетива огроменные мечи тут явно была война это сто процентов я вот чё думаю давай-ка мы сейчас попробуем подкинуть немножечко угля вместо древесины а хотя пускай древесина и воды и сделаем форсаж на всю а средняя скорость а может быстро прям форсаж давай погнали юху еще гуданем а температура поехала поехала поехали 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 шустрей 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 красные вентиляционные люки ничего себе но скорее всего это охлаждающие люки и когда мы гоним будем какая скорость у нас максималочка сейчас чего 20 километров даже еще нету короче мы разогнались где-то но до 15 километров в час ну что все материалы собраны для плавильни второго уровня так что давай ее исследуем я полагаю нам сейчас плавильню вот эту надо будет разобрать готова вот это вот и поставить сюда второго уровня скорее всего так и сделаем да оба бы стоп 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 давай-ка назад 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 давай стоп я хочу поехать назад как мне это сделать рукоятка трансмиссии сменить направление назад поехали я тут кое-что заметил вон то сияние и его нельзя пропускать это по моему уголь сейчас если то я посмотрю что это уголь да уголь он нам очень нужен забираем о да кусочек льда грязный лед как грязные деньги знаешь чем мы сейчас значит тебя раздробим и наверное сделаем флягу с водой забираем лед и теперь спокойно вообще уверенно делаем флягу с водой и окажется кое-что чуть не проехал смотри какие светлячки они прям показывают что есть там какая-то тайная штука значит забираем флягу сейчас я вкину в двигатель и мы делаем крючки чтобы отправиться в тайное место крючки 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 мне нужны вы готова плюс пять крючков еще где-то у меня должно быть в загажнике да вот есть девять крючков должно вполне мне хватить место в инвентаре жоповски мало но что поделать жизнь такая ладно погнали их надеюсь и не забыл а подопада да ладно тебе я-то думал а нет есть путь вон он вон там дальше чуть-чуть а здесь просто уголь ничего себе если не уголь я бы не увидел вот этот дальний путь то есть надо чуть-чуть назад еще сдать берем короче уголь отправляем его в дробильню и надо бы еще назад сдать поехали назад давай назад 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 вот пожалуй надо останется где-то здесь тормозы ну все полетели железо забираем крючками вооружаемся и туда на сейчас мы с четырьмя сундучками приедем в депо это будет вообще роскошно если туда смогу доцепиться смогу а вот оно и тайное место похоже знаешь на бабки ешкинские домики жутковато но нам не сами домики нужны сколько сундук тут должно быть что-то магическое скорее всего нам нужно вон туда ну да нам действительно сюда головоломка так мне нужно найти где-то вот эти фигурки в прошлый раз они были где-то на домике сейчас их вообще в пор не вижу а может не с другой стороны лучше зайти а во-во-во увидел значит крабик хорошо крабик это хорошо где-то здесь еще что-то должно быть крабики чем не с тобой делать еще крабики или еще что-нибудь какие-нибудь фигурки так вот фигурка о целые две фигурки так крабик 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 символа нашел получается рыба крабик 5 символов и нашел там сколько раз два три а 5 символов все мы все нашли теперь нужно грамотно их выстоять значит рыба либо в начале либо в конце либо где-то посередине рыба вот так вот нет это не оно товарища с рыбу просто будем везде пихать и что-то должно сработать нет не тут ну ж рыбка моя давай до сработало предпоследнее она должна была быть сундучок здесь какой у среднего уровня неплохо все возвращаемся на поезд знаешь про что я забыл я забыл совсем про свое здоровье я с четырьмя процентами хп так и бегаю шальной мы на поезде блин тут уже сундуки то ставить никуда ладно давай вот так поставим тут правда потом не пройти будет но ничего страшненького все поехали let's go врубать форсаж мы уже можем правильно они в ту сторону не в ту вперед нам желательно уголь есть я думаю мы сейчас врубим форсаж на все 100 давай погнали ой стрелка что-то как-то покосилась ее вообще прям конкретно косит не туда мы едем-едем-едем далекие края пока нормально по углу и по воде все хорошо все ок 10 километров давай двадцатку надо шустрее ехать форсаж же включен не моя температура до 90 поднялась все у нас тут все пока бодро патра бодро бодро двадцатку мчим ой 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 только не это ого как мы ее передавили круто все двадцатка это максимум на форсаже видимо нам нужно подкинуть сейчас древесину древесину вкидываем форсаж врубаем едем дальше не останавливаемся и уху мы уже приближаемся к депо это очень хорошо очень быстро едем смотри у меня тут стрелка как будто оторвалась от но да от манометра или как это правильно сказать она вообще отдельно существует прикол если там сейчас будут вражины они ж меня расстреляют мне бы чё-нибудь мне бы что-нибудь мне бы какой-нибудь черт они здесь они стреляют у кипец фипец капец как быть. Что делать? Ух ты ж! Ух ты ж! 2% здоровья. А че шо я? А это кто такой? Ты что такое? Надо быть очень аккуратным. Это что за одноругий бандит здесь шаманит? Зоркий глаз. Ну давай, попади ты по нему, в черепуху. В это не попасть? Очень надо быть аккуратным. Черт, подери. Готов. Один готов. Но рано радоваться. Очень рано радоваться. Так, у тебя что-нибудь тут есть? У тебя выпало что-нибудь? Нет, походу ничего не выпало. А это что такое? Вот это что? Взять? Нифига себе. Давай возьмем. Че я подобрал? Установить артефакт на ручку дрезины зачем? Че это за артефакт такой? Я его подобрал, но его здесь как бы нет. У меня дрезин тогда больше нет. О, вот эта броня нет? Можно я броню возьму? Блин, там кусок брони валяется, но взять я ее не могу. Это прям грустно. Точно, надо броню сделать. Пойдем-ка броню хотя бы сделаем. Она меня хоть как-то обезопасит. Главное, не убейте меня. Не убейте, пожалуйста. Я хочу жить. А, вон он, челик стоит, смотри. Но я по нему попасть не могу пока. Так, я понял. Ай-яй-яй, больно, 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 больно было. Все, меня убили. Печально, печально. Я воскрес? Я воскр... О, это я? Смотри, я ни разу тут не убирал. Я никогда не видел этого. Так, все, погнали. На тебе. Терминатор воскрес. Ой. Жалко, дроби нет. Я вообще с дробаша тоже пострелял. О! В меня выпустили пару свинцовых дробашовых. Блин, вот это у них броня, а? В бошку хрен попадешь нормально. Ствол, ствол, ствол. Давай, ствол бери. Быстрый усиллятор. Я думал, я автомат подобрал. А это усиллятор какой-то. Иди сюда. На тебе. Ничего себе на тебе брони-то сколько. Ты где такую взял? О, патроны, отлично. Берем наш дробаш. А, подожди, автомат. О, вот это чудно. А, точно, я же. У меня весь инвентарь выпал же. Поэтому. Жалко, конечно, броню нельзя подобрать. Но что поделать. Пойдем испробуем наш автомат. Давненько я в руках не держал. Он что такое? Сейчас я до тебя доберусь. Ой, это все равно дробаш. Я думал, это винтовка какая-то. Или, знаешь, это пулемет. На тебе. Готов. Патрик еще. Ого, как его разнесло-то. Жетончик, спасибо. Так, где-то еще есть кто-то. Это взрывоопасно? Вроде написано да, но что-то ничего не взрывается. Ох, нифига себе. Смотри, сколько их там стоит. Тьма тьмущая. Опа. Вот это я неожиданно от тебя нарвался. Сурпрайз, мазафака, да? Блин, повылазили, повылазили. Только что же не было столько. Откуда вы везелись вообще? Есть. Патрики есть у тебя? Патрики, Патрики. Хочу Патрики. Нету Патрика. Ну что, пацантре? Мой револьвер против ваших стволов. Я вот ему по черепухе попадаю, а ему хоть бы хны. Готов. Жалко, гранат нету. Еще бы туда кинуть, как бы их размотало. О, наконец-то, патроны. Сейчас у меня попроще будет. Ну что, ребятки, готовы? К дробному. Все, Патрики кончились. Снова переходим на револьвер. Такое ощущение, что меня кто-то еще с бочины лупит. А, вон еще один стоит. Негодяй. В рукопашку давай. Вот он меня, я его. На тебе. О, вот это другой разговор. В рукопашку намного проще. Сейчас и с этим разберемся тоже в рукопашечку. Иди сюда, давай махаться. Как взрослые мужики на кулаках. На ты, на. Давай, вздыхай уже. О, все, наконец-то. Фух. Отделал всех. Пойдем, короче, посмотрим, что там за автомат есть. Потом я соберу все свои вещи. Тело мое исчезло? Ну да, оно исчезло. Благо, что все ресурсы остались. Это очень хорошо. Хочу посмотреть, что это за фигня. Ты кто такой вообще? Получить пророчество. О, какой он стрёмный-то. Ничего себе. Ну давай посмотрим, что за пророчество. А, плитки. И что тут написано? Монок для пиявок. Частота пиявок плюс 15%. Фух, тянетый. Окей. Тянем монетку. Давай что-нибудь попробуем выиграть. Это что? Это дало нам какую-то фиг кожу. Нам кожу дали. За монетку. Окей. Подбираем все мое шматье. Важное для меня. Так, ничего не упустил. Кажется, все подобрал. Комбез одет. Рюкзак одет. А, пушки нету. Слушай, у меня пушки нету. И крюкошку я просрал. Блин, может она туда как-то упала? Это что? Нет, крюкошка. Блин. Ну, как же так? Короче, просрал свой дробаш и крюкошку. Ну, дробаш-то я получил другой взамен. А вот крюкошку все-таки придется делать. Так, насчет той штуки, которую я нашел. Написано было разместить на дрезине. Но у меня на двигателе есть тоже для него место вроде как разместить. О, что это я разместил? Туториал, артефакт и пророчество. Получайте пророчество из ларцов или от предсказателей в депо. Устанавливайте их в артефакт на ручки дрезины и модифицируйте свой будущий путь. За каждый негативный эффект пророчества вы получите положительный эффект. Ага, очень круто. У меня как раз есть... О, она сразу сюда поставилась. Ну, допустим. А может, я другую хотел поставить? Короче, я пророчество сюда воткнул, что у нас на 15% больше пиявок будет. Ладно. Пойдем посмотрим, что я могу сделать. А, рофлин. Вот этот рофлин у меня же был, да, по-моему? У меня такой есть. Вот он сидит. Да пофиг. Я коллекционер рофлимов, поэтому у меня будет два одинаковых. Потом, может, на черном рынке продам одного. Хо-хо-хо. Значит, что, пришло время открывать сундучки, да? Но сперва я хочу посмотреть, что я здесь не забрал. А я здесь что-то явно не забрал. Тут куча всякого барахла валяется. Сейчас я полетаю, погляжу. Так, значит, здесь вот у нас броня обычная. Здесь вот ствола апгрейд. Тут железо. Монетка еще есть. Надо сбегать забрать. Так, так, так. Так, вот здесь вот я кого-то... О, еще монетка, ствол. Еще ствол. Короче, надо будет сейчас пробежаться очень хорошенечко. О, да, у меня теперь есть автомат. Смотри. Такой себе, конечно, но хоть что-то. В общем, у меня полный арсенал теперь. Ну что, давай спустим две оставшиеся монетки. Посмотрим, что нам там попадет. Три свиньи, неплохо. Для ствола апдейт. Три петуха синих. Это семена. Ух ты. Здорово. Пойдем сразу же, наверное, перчики посадим. Еще бы нет. Растить. Ну что, ну что, давай. Начнем вот с самого простого сундука. Посмотрим, что нам попадется в ящиках. Кладем. Еще даже грибочек не выпал. А нет, есть грибочек. Это самое главное. Скармливаем грибочек нашему Рафлиму. На, кушай. Надеюсь, ты мне дашь что-нибудь дельное. Декоративный элемент. Ну ладно. Короче, там решетка с погребом. Что здесь? Оп-оп-оп-оп-оп. Семена, грибочек. Теперь грибочек съешь ты. Надеюсь, ты мне декор не дашь. О, тоже декоративная какая-то лампочка. Да что ж такое-то? Следующий приз на нашем кузнечном столе. И в нем... И в нем нам даже не попался грибочек. Ты представляешь? Сейчас выясним, что попадется в нем. Ну-ка. Воу-воу-воу-воу. Семена однозначно выпали, вижу. Грибочек есть. Это здорово. Ладно, давай еще раз тебя покормим. Кушай. И что у меня там с перцами, кстати? Снова декоративный какой-то пол. Да что ж такое-то? У меня тут тоже перцы выросли. И я сейчас посажу странные семена. Они должны нам дать железо. Может быть в этот раз что-нибудь и другое. О, яблочко мое железное выросло. Или тыковка, не знаю, что это. Ну что ты в этот раз нам дашь? Химикат? Я вырастил химикат, боже мой. Я прямо адский алхимик. Так, а сейчас я посажу сюда помидорки. Сразу два штука. Давай, растите помидорки. Помидорки у меня впервые будут расти на моей грядочке. В итоге у меня получилось здесь собрать три пушки. Два дробовика и один автомат. Значит, с дробовиками я поступлю следующим образом. Я их просто... Ну, один из них разберу нафиг. Например, вот этот вот, да. Я его уберу и разбираю. Вот так вот, по запчастям. Все, дробаша нет, но запчасти остались. И я сейчас беру и вкидываю эти запчасти вот в этот дробаш. Посмотрю, что лучше, что хуже. Однозначно, вот это лучше. Это можно выкинуть будет. Вот эта рама, по-моему, немного интереснее выглядит. Ее, значит, берем по рукоятке. Надо же, обычная рукоятка намного круче, чем синяя. Ладно, берем обычную. Приклад. Этот приклад берем. Прицел. Этот прицел берем. Все остальное можно выкидывать нафиг. Итак, давай же все-таки начнем восстанавливать наш поезд. В прошлой серии мы его немножечко подразобрали, чтобы удлинить наш второй вагончик. О, кстати, у меня помидорки подросли. Шикарно, сколько их много-то. Атоматы настоящие у меня теперь есть. Значит, что мы будем сюда лепить? Либо вот такую штуку с открытой кабинкой, либо закрытую кабинку. Я думаю, что сделаем, как в прошлый раз, с открытой кабинкой. Вот так вот это будет выглядеть. Теперь здесь мы можем сделать вот такую вот штуку. Вот здесь мы тоже можем продолжить эту штуку. И вот здесь вот. Значит, вот. По поезду все. У нас теперь целиком и полностью сделан. Ну, по крайней мере, на данный момент. Все, что у меня было доступно, я все это навешал. Теперь давай сделаем второй вагончик. Значит, здесь мы защитную крышу ставим. Вот и чудно. Уже более-менее нормальный поезд у нас. Ну, вот, значит, как выглядит наш паровое ведро вживую. Тут у нас ограждение вдоль всего парового двигателя. Запрыгиваем сюда. Ограждение нужно, чтобы не вывалиться. Хотя странно, да? Когда мы выезжаем в пустоту, мы же там парим вообще. Так, здесь у нас центр управления. Он вот так вот закрыт, мальца. Все ограждено. Опять-таки, все мои рабочие столы, все мои плавильни и рофли мы ограждены. Здесь у нас, соответственно, второй вагон. Он полностью перекрыт, потому что тут у меня хранилище и еще другие всякие элементы. Помидорки, кстати, надо забрать. Забираем. В принципе, пока что это все. Депо я зачистил. Все обчистил, перечистил. И думаю, надо посмотреть вот на эту руну. Что же нас ждет впереди? Погнали! Let's go! Что-то не едем. А что за фигня? О, помчали! Все! Куда же мы сейчас попадем при помощи нашей руны? Итак, смотрим. Какое-то темное зеркальное место. Здесь куча стекла огромного, разбитого. Руна действует? Руна. Ну, видимо, как-то действует. Мне непонятно, как работают руны. Надеюсь, в следующей серии мы поймем. А на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще не подписан. И увидимся в следующих крутых роликах. Так что до встречи!